При этой системе все равно врачи шли в какой-то теневой стороне. То есть заработать мы хотим, деньги брать незаконно, но все равно все что-то брали. Это областная детская больница, в которую поступают самые сложные дети со всего нашего региона. И последние три года сюда привозят детей из ближайших областей. Это Донецкая, Луганская, которые остались вообще без медицины. Кировоградская, Запорожская, Полтавская, которые привозят сюда детей онкогематологических. То есть здесь единственный в нашем регионе, в Юго-Востоке, такой центр онкогематологии. Эти все дети требуют очень дорогостоящего длительного лечения. Переход на систему НЗСУ и первый год нашего контрактирования не дал достаточного финансирования для больницы. И это привело к тому, что в больнице сложился очень большой дефицит финансовый. И к моему приходу на должность 15 октября больница имела задолженность до 3,5 миллионов гривен. И мы вообще не совсем понимали, как мы закроем этот год. С чего мы начали? Мы начали просто с аудита. Аудита кадрового, аудита технического, аудита материально-технического. Когда мы провели весь этот аудит, мы увидели, что фактически численность сотрудников больницы очень сильно раздута. Мы сократили количество ставок. Из 1200 ставок у нас осталось 840-820. При том, что мы сократили количество ставок, никто из врачей не ушел вообще. Ушло только два врача, потому что они ушли на пенсию. А на сегодняшний день законодательство нам позволяет, руководителю предприятия, самому регулировать штатное расписание. И это просто замечательно, потому что раньше надо было делать миллион согласований, для того, чтобы добавить или убрать какую-то ставку. Днепропетровск, как говорится, город не бедный. И тут очень много людей, которые хотели всегда помочь этой больнице. Они всегда помогали. И это все шло в разнобой. То есть были определенные личные взаимоотношения каких-то там людей, заведующих отделением с какими-то там людьми. И они помогали по их просьбам и так далее. Это не совсем рационально, потому что все-таки помощь должна быть централизована. И она должна идти именно на те самые насущные проблемы, которые есть в больнице. И кроме как администрации больницы, никто не понимает, какие планы есть. Сколько нам выделит облсовет, сколько нам выделит облздрав и так далее. И с этой целью мы сделали такую вещь. Мы подключились под проект по созданию опекунской рады. Что мы ждем от опекунской рады? Ну, понятно, что это однозначно, это помощь. Это никто не скрывает, что это помощь. Но помощь бывает нескольких видов. Бывает материальная помощь, бывает помощь интеллектуальная. Они это все представители вот такого серьезного бизнеса. И что они могут нам дать? Они могут нам помочь, прежде всего, в построении нормальной, клиентоориентированной больницы. Третий этот момент, который мы хотим увидеть, получить от опекунской рады, это возможность какой-то защиты нашей. Потому что если мы в опекунской раде показываем все наши финансовые моменты, показываем наши доходы, расходы, и они могут это все проанализировать, то всякие спекуляции вокруг лечебного учреждения сразу будут уходить на какой-то второй план. Потому что мы открыты, мы все показали. Есть люди, которые это все перепроверили, пересмотрели. Все упирается в знания. Мы можем купить самое лучшее оборудование в больницу, но если наши врачи не будут понимать, о чем идет речь, это ничего не приведет. На сегодняшний день обучение стоит в разы дороже, чем все остальное. Даже стоимость оборудования может стоить дешевле, чем знание того доктора, который на нем будет работать. И это следующий момент, который мы ждем от опекунской рады. Например, мы в этом году планируем уже запустить аутотрансплантацию костного мозга. То есть мы закупили полностью оборудование, которое необходимо для этого дела, для начала старта аутотрансплантации. Кроме того, отремонтирован отдельный блок, сделана отдельная вентиляция. И практически все это сделано за спонсорские деньги. Лабораторное оборудование закуплено. И это огромные деньги, это почти 18 миллионов гривен. А дальше тупик. Почему тупик? Потому что нужны знания врачам. Вот опекунской рады мы ждем еще вторым моментом. Это как бы возможность проспонсировать обучение людей. Это может быть реальные поездки, стажировки за рубежом. Элементарно покупать книжки. Хороший учебник сегодня стоит около 100 долларов. Но не каждый врач может себе позволить купить учебник за 100 долларов, чтобы там книжку какую-то или подписаться на хороший журнал зарубежный в интернете, чтобы читать последние новости, последние данные медицинские. Очень много оборудования было закуплено за спонсорские деньги. Но и очень много оборудования покупается областной властью, областным советом, облдержадминистрацией. На сегодняшний день такая система, что деньги НССУ не могут быть потрачены на капитальные такие вот серьезные втраты. Это мы должны вносить смены до финансового плана. Но этих денег не хватает даже на то, чтобы закрыть основные моменты. Это зарплата, это питание и медикаменты. НССУшные деньги – это деньги, которые должны фактически тратиться на три основных направления. Заработная плата медработников, медикаменты, которыми мы должны обеспечить лечебное учреждение, и питание пациентов. Все остальное – это функция властника, то есть областного совета. И у них же тоже бюджет нерезиновый. Поэтому у нас в регионе сейчас идет оптимизация количества лечебных учреждений, они как бы объединяются для того, чтобы укропниться и иметь большее финансирование. И оборудование нам покупают, и каждый год покупают, и много покупает областная власть. Но почему медицина невыгодна во всем мире? Потому что оборудование очень быстро устаревает, оно быстро изнашивается, и оно очень быстро обновляется на рынке. Стоимость его невероятно высокая. Когда больница имеет такую амортизацию, как у нас, когда за год проходит тысячами детей по каждому отделению, оно все быстро приходит в негодность. И единственный способ как бы одновременно запустить на долгие годы – это вот реконструкция корпуса. Сразу заполнили его современным оборудованием по всем направлениям, и мы закрыли эту тему, да, и идем к следующему. Поэтому как бы закупается, что-то купили, что-то устарело, что-то купили, что-то устарело. И это бесконечный процесс, который будет идти. И так во всем мире. Ни одна крупная больница в мире не может существовать без спонсорской помощи. Ни в одной больнице нет такого, чтобы они заработали только деньги и на это прожили. У нас на сегодняшний день практически все услуги, которые разрешены по закону – это консультативно-диагностические лабораторные, утверждены облсоветом, протарифицированы. И пациент, приходя в больницу, четко предлагаются два варианта. Либо он имеет электронное направление, он получает бесплатную услугу. Если у него нет электронного направления, он может спокойно платить в кассу. Причем это не наличные, наличных денег нет вообще. Мы установили терминалы банковские, как в магазинах. Мы установили QR-коды по всей больнице. И это спокойно, по безналу человек может оплатить. И мы четко видим каждую минуту, сколько у нас заходит денег по приват-24. Это крайне было важно, потому что, еще раз говорю, больница областная, в которую приезжают люди со всей области. Очень у многих городских жителей было желание сюда попасть, но не было возможности, потому что люди считали, что в областную больницу попасть сложно. Тут самые топовые врачи, конечно, это лучшее из того, что есть из врачей. И в Днепропетровской области по детству, они работают здесь. И мы ушли от многих скандалов. Кто заплатил, кому заплатил, что заплатил и так далее. Почему люди, многие идут в частные клиники? Не всегда же они идут туда, потому что там лучший врач. Очень часто туда люди идут, потому что там хороший сервис. Потому что они понимают, что они придут в определенное время, их посадят в красивое кресло, им дадут на нормальной бумаге выписку, и они уйдут домой, спрогнозировав свое рабочее время. Вот основная моя цель – это создать именно клиента ориентированную, на пациента ориентированную больницу, в которой человек, придя, получит именно любовь, заботу от медицинского персонала. Пациент должен понимать, что его здоровье, оно тоже стоит каких-то денег. И если советская система, когда вам все бесплатно, и вы можете прийти в любое время, и вам все должны сделать, она приводит к тому, что человек не ценит того, что он имеет, этой услуги, когда он понимает, что если он не сделает определенную диспансеризацию, не пройдет вовремя лечения, то он потеряет определенные какие-то дотации от государства, то человек будет задумываться, стоит ли ему не пройти это и не лечиться, или нужно все-таки это сделать, чтобы дальше получать какие-то гарантии. То есть должно быть четкое определение со стороны высшего руководства нашего, как МОЗа, там, не знаю, там, страны, о том, что мы гарантированно даем пациентам бесплатно. И этот список не может быть бесконечным, он должен быть каким-то локальным. А вот эти услуги, они у нас идут платными, да, вот уже сказали, что стоматологии нету бесплатной. И мы все понимаем, что мы никто не ходим в государственную стоматологию лечить зубы. Но это же правда, это правда. И таких же услуг очень много в медицине. И, ну, это мое мнение сугубо личное, но я считаю, что как бы нужно четко определить тот перечень того, что будет бесплатно. Профинансировать это на 100%, и любой человек понимает, что попав в экстренную ситуацию, там, неотложные ситуации и так далее, экстренная операция, или нахождение в реанимации, или машина скорой помощи, это у него будет все бесплатно. Но если ему надо пойти делать плановое УЗИ, да, но оно плановое, то государство не может это профинансировать. Вы можете там оплатить и пойти это сделать. Это не те цены, которые в частных клиниках. У нас расценки, конечно, меньше на платные услуги. Но они имеют возможность заплатить эти, там, 100 гривен за консультацию, получить от того специалиста, которого они хотели получить. И врач доволен, и пациент доволен, и все это в законном, легальном поле. До того, как ввели платные услуги, в больницах все было бесплатно. Вот когда мы приходили делать, ну, даже я медработник, приходилось делать, там, какое-то УЗИ, либо, там, какое-то исследование, мы не оставляли какую-то копейку на фонд кабинета, или, там, еще какие-то... Все равно же были, все время крутились какие-то деньги. При этой системе, как бы, все равно врачи шли, как бы, вот в такой какой-то теневой стороне, да. То есть заработать мы хотим, деньги брать незаконно, но все равно все что-то брали. Однозначно это то, как мы должны идти, это правильный путь, которым сейчас мы идем. И вот это самая лучшая система. Вот мы пролечили столько детей, и мы понимаем, сколько мы получили. Вот пролечили мы, прооперировали такой-то сложности больных столько-то, и мы только четко понимаем, сколько мы бы заработали денег. И однозначно эта правильная система, она заставила нас конкурировать друг с другом. От того, чего раньше никогда не было. Сейчас каждое лечебное учреждение пытается сделать так, чтобы пришли к нему больные. Если раньше все закрывали свои двери и говорили, у нас заполнена больница, при этом были пустые койки, то теперь каждый думает, а что бы еще сделать такого, чтобы больные пришли именно к нему, а не в соседнее лечебное учреждение.